В эфире Катуй Лайф. Сегодня с вами работают Глеб Полянский и Анастасия Романова. Весна это время новых надежд, обновления природы и хорошего настроения. Однако это и период серьезных испытаний. Сегодня в ходе прямого эфира мы поговорим о паводке, пожароопасном сезоне, аллергии, большом количестве мусора, который остался после зимы и других темах, которые волнуют жителей региона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у нас самый главный вопрос, прям сразу так вам задаем. В общем, мы выезжали в небольшой такой рейд, понимаем, что снег тает, мусора все больше гряда. И грязь проявляется. Все всплывает, так скажем. Да. Почему так происходит каждую весну? Говорят, как мы спрашивали, допустим, у тех же дворников, вроде бы мусора всегда одинаково, но видно его именно весной, его обилие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, в основном, это, конечно, то, что в период зимы набросанных горожан. То, что это люди вообще рукидают? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас культура еще, вот, собаководство недостаточно развито. Это мое личное мнение. Это я согласен с тобой. А вот как быть с пылью? Ведь не секрет, что у нас город вообще, в принципе, подвержен большому количеству наноса пыли на улице. Вот как с ней бороться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, та пыль, которая образуется в результате зимнего содержания, да, вот использование песчано-соляной смеси на улицах города, да, это ответственность муниципальных предприятий, нашего бюджетного учреждения, автодорстрой, горзеленхоз, у нас отвечает за общественные территории. И метод оборьбон понятен, известен, необходимо специализированной техникой, ручным способом убирать сладков, вывозить все на полигон твердых бытовых отходов. У нас, к слову, для этого более 22 единиц именно вакуумной пылесосной техники у наших служб имеется. То есть они ежедневно на дорогу года работают и по мере сил борются, в том числе и с песком на улицах. Я слышу, что сегодня в начале эфира затронуло то, что мы выезжали в небольшой такой рейд. Наш корреспондент отправился по трем адресам жилищной, в общем, компании. Управляющая компания, да. Управляющая компания, рандомная выбрана она была. Попрошу режиссера сочетать комментарий управляющей... Директора управляющей компании Светланы Дмитриевны. Сейчас у нас... А о том, как идет уборка... Директор управляющей компании, да, она комментировала. Нет, нет. Хорошо, давайте покажем мы, наверное, комментарий дворника, что он говорит про состояние дворов. Да, собственно, какой мусор приходится убирать и так далее. Специально, заведомо, решил так вот пойти работать на работу дворника, чтобы как бы поддерживать свою физическую подготовку. Лет-то уже сколько. А то, что убирается здесь, то не убирается. Это не просто удовольствие, это и во благо. Да. Ведь человек, когда привыкает к чистоте, ему хочется, чтобы кругом было все чисто, аккуратно. Ну, есть такие люди, которые любят аккуратность. Приходится убирать в основном, ну, честно говоря, окурки, много окурков. Вот это вот немножко достает. А так все. Ну, песок ветер наметет, ветки. А что еще дворник убирает? Зимой у нас дворник, конечно, убирает, свои работы хватает, чистит, убирает. А весной окурки, и особенно люди, которые курящие, на газонах постоянно окурки. И, конечно, хотелось бы призывать жильцов, чтобы не выбрасывали с балкона, потому что, на самом деле, труд дворника, он тяжелый физически. Не каждый это понимает. А те люди, которые понимают, они никогда не выбросят мусор с окна или, выходя из подъезда, выбросят пакет мусора. Он пойдет и отнесет его в мусорный евроконтейнер. Поэтому здесь все зависит от человека, как он воспитан. Поэтому стараемся воспитывать своих жильцов, чтобы они это все понимали. И им самим намного приятнее сделать доброе дело, им приятно, у них настроение появилось на весь день. Поэтому делаем замечания, кто-то понимает, извините, простите, а кто-то и прошел мимо. Ну, куда деваться? Работа у нас такая. Работа у нас такая. Это осенний и весенний. То есть у нас на 19 число запланирован весенний субботник. Сейчас у дня. То есть, конечно, завтра все необходимые подготовительные мероприятия организационные проведены. То есть мы на завтра уже готовы сейчас у дня выйти массово. Горожане, предприятия, все сотрудники, власть и общими усилиями город привести в порядок. А куда выходят? Как делятся по зонам? Как-то понятно, что все массово выходим. Каждый двор свой или как? Организационный процесс, он как бы следующий, он централизованный. Так как это структурировано, все делается через администрацию города. У нас есть пять администраций районов наших, которые каждая администрация по районам собирает от предприятий, от общеобразовательных учреждений, от любой организации, любой собственности. То есть пожелания для участия в субботнике. Эти пожелания соотносятся с местами закрепления. Как правило, это прилегающая территория к школе, прилегающая территория к учреждению, вузу, предприятию опять-таки. Либо это организованный вывоз людей на уборку каких-то общественных территорий. То есть мы планируем пока по подсчетам, по тем цифрам, которые у нас имеются, что примет участие порядка 40 тысяч горожан. А год от года увеличивается это количество? С желанием люди вообще идут? Хочу отметить, что в среднем 35-40 тысяч. Конечно, очень сказывается погодные условия. То есть от того, насколько будет солнечно, тепло и безветренно, то есть энтузиазма у людей больше, навести порядок, с праздничным настроением выйти. Такой сим-билдинг своеобразный, да? Будет ли традиционно полигон ТБО бесплатно принимать мусор в этот период? Да, у нас в соответствии с постановлением администрации города с 18 по 25 апреля. Это бесплатный прием мусора. Секунду, секунду. Дослушаем. Да, дослушаем, у нас звонок в студию. Бесплатный прием мусора, который, но хочу сразу отметить, что полигон принимает именно отходы, связанные с уборкой общественной территории. То есть это листва, случайный мелкий мусор, бутылки, там те же окурки, пакеты. Ну, в основном, конечно, это листва, ветки и какой-то случайный мусор. Строительный мусор, твердые бытовые отходы, они принимаются в тех условиях, в которых работает полигон ежегодно. Теперь мы можем ответить на звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. У меня есть вопрос. Извините, пожалуйста, Анастасия, да, вас или как зовут? Вас не слышно. Нужно выходить в субботник, я работаю, у меня как бы выходные дни, хочется отдохнуть, и по какой-то причине я должна идти на субботник. Но это же какая-то показуха, на самом деле мы все это оплативаем. Все понятно. Спасибо огромное за вопрос. В общем, вопрос, да. Повтори, сформулируйте вопрос. Платят за ЖКХ, почему она в свой выходной должна выходить и убирать мусор? Она же заплатила за эту работу, казалось, вот она так объясняет. Суть в том, что это не под палку выгоняется, это только желание, это только здоровый, скажем, энтузиазм, благоустроить пространство вокруг себя, сделать чище, лучший город. Но я на личном примере, то есть не составляя для меня труда выйти и определенную территорию прибрать. Ну, как у Антуана де Сент-Экзюпери, да, в «Маленьком принце», нужно благоустроить свою планету. Что касается общественных мест, какие, вот если выбираем, да, куда отправлять народ, где самая загрязненная территория в нашем городе? Ну, к сожалению, самые загрязненные территории те, на которые, скажем, систематически не происходит содержание, да, это парки наши, которые не используются сейчас, там, юбилейные, изумрудные, это в основном такие придорожные лесополосы, куда, ну, выходят люди либо пожарить мясо, да, ну, чего, в принципе, нельзя, но бросает, оставляет мусор, поэтому акционно выходим. У нас нет культуры пикников абсолютно тоже. К сожалению, ну, честно говоря, и зоны для пикников не везде организованы, так что это двусторонний процесс. У нас еще один звонок в студию. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, задавайте, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, меня зовут Мельникова Любовь Васильевна, хотелось бы узнать, где можно сдать адреса раздельного сбора мусора? Мало информации по этому поводу в течение месячника. Спасибо большое за вопрос. Раздельный мусор, то есть, собирается в местах установки контейнеров по раздельному сбору мусора, ну, условно, если мусор сортируется самостоятельно, то можно на общественных пространствах найти такие места, либо централизованно обратиться в службу, которая занимается раздельным сбором мусора. Это и экокомплексы, это и другие службы, которые, в принципе, имеют на этом бизнес, скажем так. Да, но у нас, кстати, был эфир. Про мусора больше нет мы рассказывали. Да, про компанию мусора больше нет. Для наших зрителей можно рассказать, что мы иногда часто что-нибудь анонсируем, когда такие проводятся акции, и, в принципе, вы, я думаю, в будущем не пропустите. Будем почаще рассказывать об этом. Я предлагаю сейчас еще один опрос посмотреть. Мы спросили жителей, что они считают, как они считают, как стоят дела с мусором во дворах. Внимание на экран. По трассе, да, когда едешь, а по городу, чтобы просто шли как-то... Сейчас, не знаю, может, люди спокойнее стали по этому поводу, стали ценить природу, я не знаю, но не замечаю такого, что кто-то где-то кидал. Может, я мало хожу? Я это вижу регулярно, но сейчас не принято делать замечания. Поэтому вот идет мужчина уже, пенсионер, открыл шоколадку, бросил. Ну, как я ему сделаю замечания, вот если он меня в два раза старше, в три раза старше, это он мне должен делать. Этому как бы не всегда удается. Ну, кто помладше, иногда там покричишь, скажешь, ай-ай-ай, конечно, нельзя. Ну, таких вот случаев очень много. Вот сейчас, когда все растаяло, ничего не чище. Намного все грязнее, и вообще все везде валяется. Есть такие дворы, вот там вот у нас проходишь, где. Там вообще ужас. Там просто сплошная мусорка, свалка. Стоят урны, и жильцы с машины вынимают пакеты, с отдыха вернулись или что. И почему-то отправляют это в урну. Хотя у нас есть бак вот стоит, что можно и туда, и не так далеко. Это все и просто. Замечаем, конечно. Я садовод, у нас многие кидают, где попало. Поэтому как-то я привыкла делать замечания, если где-то не там положили. Но, не знаю, дети у меня воспитанные, считаю. Дочь чистюлька, сынок в новом доме живет, у них тоже порядок, как у нас здесь. Так что, такого нету. В городе намного чище стало, но опять это центральные улицы. Я часто видела, что идут люди и бросают даже те же самые билеты. Часто вижу, да. Ну, сама, конечно, тоже иногда бывает. Но бывает, когда из кармана вылетает. А так, как бы, нет, стараюсь не бросать. Но вижу часто. Очень часто после бури вообще город превращается в целлофан один и бумага. Очень наш грязный Барнаул. Мусор бросают, но редко. По крайней мере, раньше было чаще. Да? А пресекаете как-то? Ну, делаю замечания. Разнообразные вот такие мнения продемонстрировали наши жители. Кто-то позитивно оценивает, кто-то резко негативно. Вот как прокомментируете? Откомментирую один комментарий по поводу того, что нужно ли делать замечания. Нужно и важно делать замечания. Представите человека, который выбрасывает мусор не в урну. То есть это работает, могу точно сказать. Люди начинают задумываться. Старается стыдно, да? Да, конечно. Внутри нас в любом случае сидит воспитание, которое говорит нам о том, что необходимо все-таки соблюдать чистоту. Я подозреваю, что люди боятся просто агрессии в свой адрес. Ничего, боятся? Да, 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 что прилетит. Конечно. Можно получить по лицу. За чистый город, ну, может быть, и можно. Но это благородно будет, как минимум. И, к слову, по поводу опроса по дворовым территориям. Мы все знаем, что есть четкое разграничение. Дворовые территории – это ответственность управляющей компанией, городские улицы и общественные пространства, ответственность муниципальных дорожных предприятий, ну, и нашей власти муниципальной. Если вернуться к субботникам, 19 число – это у нас пятница. Почему? Почему субботник и в пятницу? У многих такой вопрос возникает. Чтобы всех собрать на рабочем месте? Я могу сказать, что традиционно, и, можно сказать, уже, ну, может быть, даже полюбившиеся именно горожанам, вот это вот мероприятие проводится именно в пятницу. Почему? Потому что, конечно, в пятницу можно уделить пару часов, два-три часа на уборку территории, прилегающей, опять-таки, там, к своему учреждению, зданию, месту работы, навести порядок. А уже в субботу заняться пространством вокруг своего личного жилища, во дворе, либо где-то, если это, например, частный сектор, целой улицей можно выйти и навести порядок. И, ну, мы видим, что, в принципе, так оно и складывается. Ну, в будний день как-то легче людей организовать, просто, мобилизовать. Ну, в субботу будет еще очень масштабный городской субботник в парке Изумрудом. Я думаю, про это нужно отдельно поговорить, как туда прийти, попасть. Ну, надеемся, что погода позволит, и он действительно состоит. Конечно, это очень важно. Что запланировано? В субботу у нас по инициативе, так скажем, активистов, определенной группе инициативной, будет организован и проведен субботник, на который прийти может каждый, то есть любой желающий. Именно на этом мероприятии каждый пришедший будет обеспечен необходимым инвентарем, будь то грабли, будь то мешки, будь то какие-то сподручные средства, которые необходимы, метлы и так далее. Помимо этого, инициативной группой готовятся определенные интересные, скажем, конкурсы, некоторые мастер-классы. То есть вообще ожидается, что будет на самом деле праздничное настроение, которое позволит пришедшим людям навести действительно порядок в нашем парке изумрудном. Ожидается от 500 до 1000 человек, конечно, опять-таки от того, какая будет погода. Вы говорили, что и губернатор будет присутствовать. Ну, надеемся, надеемся, что все примут участие. И главное, чтобы погода все-таки позволила, потому что от погоды зависит абсолютно все. А можно приходить с пустыми руками или инвентарь будет? Главное прийти с хорошим настроением и желанием навести порядок. Могу добавить, что проработаны ряд вопросов по обеспечению участников водой, чаем горячим, ну и такие небольшие бонусы в виде полевой кухни и, так скажем, ну... То есть там булочки планируются. В общем, плюшки будут. Да. То есть это не только польза природе, общественным территориям, но и для хорошего настроения. Но сначала нужно будет прибраться, а потом уже провести время. Плюшки надо заслужить. Правильно говоришь. Я предлагаю сейчас поднять еще один комментарий. Мы пообщались с экологом на также тему весны, оставшегося мусора, после зимы и прочее. Внимание. Весной, когда стаивает снег, естественно, обнажаются некие неприглядные вещи. Тот же мусор, который остался с лета, с осени прошлого года. Какие-то сбросы, выбросы отходов различных, да, когда это тает, это все вытаивает, выступает на поверхность. Поэтому такой неприглядный вид. Но я думаю, горожане это прекрасно знают по улицам города, по паркам, когда весной, собственно, проводятся субботники, чтобы все накопившиеся безобразия как-то убрать, почистить. Разные среды загрязняются. И атмосферный воздух, и водная среда, и почва, и растительность и так далее. Большой вклад в загрязнение этих средств вносят промышленность, транспорт. Это, прежде всего, выбросы в окружающую среду атмосферный воздух. Сбросы всевозможных предприятий, сельскохозяйственных, других промышленных предприятий, водные объекты, в реки прежде всего. Ну и мы с вами, население, которое просто бытовой мусор зачастую не как положено в контейнер, да, а куда-нибудь в лес. Это тоже бедствие нашей жизни современной. В нашей стране и на международном уровне об этом все больше говорят, что один из самых главных факторов, угрожающих человечеству, цивилизации вообще, это проблемы с окружающей средой. Изменение климата, загрязнение воздуха и воды, почв, вырубка лесов, пожары и так далее. В Алтайском крае масштабнейший проект реализуется по созданию нового и первого в Алтайском крае национального парка на Солоевском Кряжи. Подчеркну, что это единственная особо охраняемая природная территория, которая создается по майскому указу президента в рамках национального проекта экологии на территории всей Сибири. Единственный такой проект. И это очень важная вещь. Но и по другим направлениям реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, она идет тяжело, потому что проблема колоссальная. Она застарелая уже, ей нужно было заниматься, начинать еще лет 20-30 назад. Воздействие вод, наше воздействие на воду и воздействие воды на нас, оно разнообразно. Здесь разные стороны медали. С одной стороны, сохранение чистоты водных ресурсов, с другой стороны, негативное воздействие вод, это паводки, наводнения и так далее. Здесь нужно находить вот этот баланс, чтобы не страдало и население, и в то же время была чистая вода в наших реках и озерах. Итак, вот эколог затронул тему создания национального парка, но в формате Барнаула, ведь наверняка запланированы масштабные работы по озеленению, какие деревья и где будут высажены, каких пород и так далее. Масштабным озеленением, посадкой у нас занимается наш горзеленхоз, муниципальное предприятие в рамках контракта. Деревьев именно по контракту только будет посажено более 450 различных пород, которые пригодны для нашей климатической зоны, для нашей местности. Это и ивы, это и березы, яблони, пирамидальные тополя, липы, кустарники различные будут высажены. То есть мы традиционно в большом объеме, то есть если в совокупности, это порядка тысячи деревьев и кустарников высаживаются. Ну что ж, в завершение, Антон Андреевич, наверное, попросим вас еще раз пригласить всех наших зрителей и жителей Алтайского края на субботники. Обязательно мы всех приглашаем, всех неравнодушных, всех желающих навести порядок в нашем городе, чтобы жить в благоустройстве. Завтра в час на общегородской субботник и в парк Изумрудный также приглашаем принять всех участие. И вас приглашаем. Отлично, постараемся быть. Спасибо огромное за то, что пришли к нам в студию. Для тех, кто к нам только что присоединился, напомню, меня зовут Анастасия Романова, это Глеб Полянский, это шоу Катунь Лайф. Вместе с наступлением весны и теплой погоды в крае возросла и активность клещей. По данным, на начало месяца пострадали как минимум уже трое человек. Пациенты обратились с жалобами на присасывание клещей в больнице, где им оперативно оказали медицинскую помощь. Тем не менее, как избежать укуса? Прямо сейчас давайте посмотрим наш специальный материал, а после пообщаемся на эту тему с нашим гостем, экспертом. Запасайтесь репеллентами и не забывайте о страховке. Клещи вышли на охоту. Сезон активности этих опасных насекомых традиционно приходится на конец марта и длится примерно до середины октября. Многим известны способы защиты, но далеко не все жители края ими пользуются. Мы узнали у барнаульцев, что они предпринимают, чтобы их не укусил клещ. Спреи разные и так далее, но не прививки нет. Защищаются. Сейчас сама только страховку брала. Мы страховку оформляем на всю семью. А вот дома или, например, на природу, когда выбираетесь, что делаете? Опрыскиваемся. Вот эти продают репелленты специальные от клещей. Мы обрабатываем одежду. А прививки ставите? Нет, прививки не ставим. Большинство опрошенных не делают прививку от энцефалита, а зря, говорят врачи. Ее нужно ставить осенью, задолго до начала опасного сезона. Можно сделать в поликлинике по месту жительства. Вакцина защитит, если не от самого укуса, то от последствий в виде болезней точно. Алтайские клещи переносят такие заболевания, как энцефалит, боррелиоз, сибирский тиф. Но наиболее опасной из всех этих инфекций является клещевой энцефалит, так как там поражение центральной нервной системы. Но также не менее опасной это болезнь, возбудитель клещевого боррелиоза, болезнь Лайма. Так как если не при своевременном лечении происходит поражение органов ткани, органов ткани и также центральной нервной системы. Если клещ все же укусил, его нужно снять щипцами, поместить в емкость, накрыть плотной тканью и привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводят один день. После этого медики принимают решение о дальнейшем лечении. В Алтайском крае клещи покусали уже около 10 человек. Одно насекомое оказалось энцефалитным. Всем пострадавшим введен иммуноглобулин. Параллельно с работой медиков в регионе ведется подготовка к обработке городских общественных мест спецрастворами. Обрабатываются специальными инсектицидными препаратами, обладающими противоклещевой активностью. Несколько препаратов назову. Это БРИС, ЦИФОКС, те, которые традиционно обрабатывают против клещей. Называются акарицидные обработки. В принципе, должны проводить обработки специализированные организации, потому что должно быть обученный персонал, который должен соблюдать определенные меры безопасности, иметь средства индивидуальной защиты. Клещей можно потравить и на частной территории, но для этого тоже лучше вызвать профессиональные службы. Кстати, напомним, застрахованные от клеща пострадавшие обслуживаются бесплатно, а вот без страховки придется заплатить за укол иммуноглобулина. Поэтому лучше вообще не допускать укусов, заблаговременно прививаться и после прогулок на природе осматривать себя и близких. Тему сезона активности клещей мы обсудим сегодня с Еленой Черкашиной, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Здравствуйте. 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 Ну, самый главный первый вопрос. Начался ли у нас уже сезон активности клещей? В нынешнем году сезон активности клещей начался с 25 марта. Ну, как традиционно в предыдущие годы. Да. Единственное, что в предыдущем году, так как была поздняя осень, ох, весна, первые присасывания регистрировались в апреле. Только 4 апреля. То есть в нынешнем году, во второй декаде марта, первые покусанные, как уже говорилось, там три человека было. На сегодняшний день покусано 189 человек. Уже 189. То есть такой резкий. У нас на начало месяца данные три человека, десять. Вы обратите внимание на погоду за окном. Прошлая неделя, она была очень тёплая. И, соответственно, люди выезжали на природу. Когда наступают тёплые дни, люди не думают об опасности. Всех тянет на природу. И забывают, что в этот период как раз возрастает активность клещей. Ведь клещи появляются спермами проталинами. Вот на энтомологических маршрутах нашими энтомологами первая активность клещей была зарегистрирована уже 14 марта. А первые покусанные — 25 марта. То есть на сегодняшний день резко возросла активность клещей. Ну вот погодные условия сейчас немножко притормозят этот процесс. В связи с тем, что за окном. Потом это начнётся снова. Потому что это естественный процесс. Клещи — это живые существа, которые после длительной спячки вышли, как бы ожили, проснулись. И теперь им надо обязательно прокормиться. Скажите, ну для многих ведь неочевидна опасность. Это какая-то такая абстрактная пугалка для людей. Казалось, что если ты меня не кусал, значит, ты не укусил. Значит, ты не укусил. Насколько опасен клещевой энцефалит и сибирский клещевой ТИФ? Вот основные заболевания, которые переносят клещи. Ну, клещи переносят достаточно много заболеваний. Самые, наверное, неприятные — клещевой энцефалит, эксодовый клещевой боррелиоз. И самое многочисленное — это сибирский клещевой ТИФ. Сибирский клещевой ТИФ встречается в основном в степной зоне Алтайского края. Ну, собственно, и в предгорьях тоже, но в меньшей степени. Он протекает более легко, чем клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. То есть здесь симптомы повышения температуры, ну и сыпь появляется. То есть как респираторное заболевание, только дополненное сыпью. Пережить можно. А вот энцефалит уже совсем... После этого будет иммунитет уже пожизненный к сибирскому клещевому ТИФу. Кстати, на сегодняшний день у нас зарегистрировано уже пять случаев заболевания с сибирским клещевым ТИФом. А вот энцефалит — это же гораздо более опасное заболевание. Но заболевание в этом году у нас ещё не регистрировалось. Рано. Ну, чем грозит? Там же серьёзно можно повредить здоровье. Ну, это тяжёлое заболевание нервной системы. Поэтому если люди выезжали на природу, снимали с себя клеща, в первую очередь необходимо просто, просто необходимо обратиться в медицинское учреждение для того, чтобы, во-первых, квалифицированно сняли клеща, во-вторых, установили за человеком пострадавшим медицинское наблюдение. Потому что инкубационный период данных заболеваний длится от 7 до 20 дней. Вот медики знают, как проследить, оказать квалифицированную помощь. Они могут решить также, проводить ли профилактическое лечение от эксодового клещевого боррелиоза, это антибиотикотерапия. Вот. А для профилактики клещевого энцефалита в первые три дня людей направляют для введения иммуноглобулина. Скажите, обратиться можно в любую поликлинику, если вот кусил клещ, допустим, или специализировал такое учреждение? Нет. В городе Барнауле, например, в травмпункты, ну и в больших городах, там тоже везде, в поликлинике, где имеются свои травмпункты. Застрахованные лица могут обратиться в страховую компанию, где они оформляли свою страховку. Там тоже у них снимают клеща, клеща отправляют на исследование, и если клещ заражен, то немедленно вводят иммуноглобулин. Отлично. У нас есть звонок в студию, да? Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, и ваш вопрос. Здравствуйте. Зовут меня Анастасия. Я из Барнаула. Живу на улице 50-й городской дивизии. Вот классная такая. Всю прошлую недвижимость сразу шла лучшая сюда. Запас очень неприятный. Так, ну, что происходит в последние два года. Но раньше такого не было. Вот куда жаловаться в этой ситуации? Какие меры вообще могут принять? Редактор подсказывает мне. Вопрос был в чём? Да, в следующем. Немножко не по теме клещей, которые мы сейчас обсуждаем, но тем не менее, по вашему профилю, мутная вода стала идти с крана. Ну, это типичная проблема. Паводок, замутнение воды, неприятно пахнет. И вот кому жаловаться? И как долго это может продлиться? Ну, так внезапно решено. Ну, да. Ну, я думаю, что, в принципе, можно обратиться и в управляющую компанию. Если там никаких действий не будет предпринято, то обратиться в Роспотребнадзор, в отдел жалоб, оформить жалобы и проведут расследование. То есть вы курируете такие вопросы? Конечно, конечно. Ну, возвращаясь к теме клещей, вы упомянули страховки, прививки. Давай вопрос покажем. И у нас как раз есть на эту тему, мы проводили в группе. В нашем ВКонтакте. Вот были такие варианты. Ставлю прививку от клещевого энцефалита. У меня есть страховой полис. Больше всего ответов, конечно, никак. И другой вариант. Я прочитаю, тут есть один из вариантов. Что за вопрос? Ни прививка, ни страховка не защищают. С ними или без клеща клещи одинаково присасываются. И еще один вариант – репелленты. Репелленты действительно помогают от клещевого энцефалита? Какие у нас молодейные люди? Ну, наверное, достаточно важным методом защиты является самозащита. То есть правильно одеться, выйдя на природу. Важный вопрос. Помогает ли такая тема, как заправление штанов в носки? Обязательно. По той причине, что для этого есть своя причина. Потому что клещ у него есть так называемая специфика. Он идет, у него отрицательный геотаксис. Он идет только снизу и вверх. Соответственно, если у вас брюки будут на выпуск, то если он у вас прицепится снизу, он просто пойдет под брючину и быстрее гораздо проникнет к вашему телу и найдет место, где присосаться. Если у вас будут брюки заправлены в носки, соответственно, клещ просто переползет эту границу, поползет дальше. Если у вас, опять же, рубашка будет заправлена в брюки, точно так же он переползет выше. А если еще и капюшон, то есть у вас будет возможность его просто на себе заметить быстрее. А если вы его заметили, его нужно либо снять и сжечь, раздавливать ни в коем случае нельзя. Либо к вам оснести, чтобы проверить, да? Ну, если он вас не кусал, то в принципе, зачем? Можно просто сжечь. Можно просто сжечь. Скажите. Просим не обижаться защитников животных, но клещи. Конечно. Это не животное. Это паразит. А, ну это не считается животным. Про репелленты важный вопрос. Почему? Почти все мои знакомые считают, что это глупо. От комаров, да, помогает. От мошек помогает. Но от клеща это абсолютно бездейственно. Правда ли это? Или все-таки можно закупиться репеллентами, когда выезжаешь на природу, и кроме заправленных штанов еще и себя... Репелленты, они достаточно эффективны, но не на длительное время. Поэтому, наверное, такое мнение и создается. Потому что на открытом воздухе человек ходит. Естественно, он выветривается. Поэтому, когда выходит на природу, вот к заправленным как раз брюкам добавить, если концентрическими кругами нанесенный репеллент, и периодически осматривать друг друга, если вы там не один на природе. Даже если один, то осмотреть себя тоже можно. И клещей себя снимать и не позволить им проползти к телу и найти место, где присосаться можно было. Поэтому я считаю, что репелленты достаточно эффективны, но только их надо использовать достаточно часто. Вот какой вопрос волнует. Это отражено в нашем опросе. Я лично много лет страхуюсь от клеща, но всегда у меня есть определенные сомнения, неэффективнее ли было поставить прививку. Вот на ваш взгляд, что правильнее? Страховаться или прививаться от клеща? У вас обоснованные сомнения, потому что прививка – это наиболее надёжное средство защиты от клещевого энцефалита. Вот я там слышала, сказали, что какая разница, поставили, не поставили, клещ всё равно присосётся. Естественно, он присосётся. Только другой разговор. Если это будет заражённый клещ, и он как бы внесёт вирус в ваш организм, а в организме уже сформированы антитела, которые начинают борьбу с этим вирусом, и они не дадут развиться тяжёлому заболеванию. Если этот клещ был достаточно вирусофорным, то есть большим количеством вируса, заболевание может возникнуть, но возникнет оно в более лёгкой форме и, в принципе, не оставит никаких последствий. То есть прививка – это достаточно… Она ставится однократно перед сезоном или когда? Курс прививок – это целый комплекс. А, то есть там курс? Да, там начинать лучше осенью, например, в ноябре, когда уже клещи отошли, поставить одну прививку. Затем вот в организации медицинской, где проводят прививки, там подберут курс, как удобно человеку, либо через месяц вторую, либо через пять месяцев. Если, например, в ноябре поставили прививку, то хорошо бы поставить и в марте. Ну вот этим вопросом надо заниматься. А потом через год ещё. Ну и кроме того, ведь остаётся вопрос того, что по страховке вам, конечно, поставят дозу иммуноглобулина, но ведь это не очень полезная вещь. А можете мне рассказать про страховку, чтобы наши зрители понимали, для чего она нужна? Ну, страховка… Значит, это по страховке вводят иммуноглобулин. То есть вот в том случае, если ты получил присасывание клеща, тебе нужно просто необходимо срочно в течение максимум трёх дней найти тот пункт серопрофилактики, где тебя введут иммуноглобулин. Если была бы прививка, никуда бежать не надо. А здесь, например, вы в Горном находитесь, значит, вам надо всё бросать и искать, где вам введут. Ну, кроме того, страховка, насколько я понимаю, подразумевает ещё в случае заболевания возмещение денежных расходов на лечение. Ну, относительно страховки, да, дозу иммуноглобулина. Ну, кстати, примерно сколько сейчас стоит, но доза иммуноглобулина достаточно дорого всегда стоила, около 8 тысяч. Ну, вы знаете, я на данный момент, я как бы некомпетентна в этих вопросах, мы не занимаемся данным вопросом. Да, но достаточно много, поэтому люди и берут, собственно, страховку, но ведь введение иммуноглобулина не очень полезное для организма действие. Там одна доза на 10 килограмм веса, вот вы посчитайте. Значит, если человек весит в среднем где-то 70 килограмм, надо 7 ампул ввести, 7 миллилитров. Единопременно. Да. Ну, и так сейчас иммунобиологические препараты стоят где-то в районе 600-700 рублей одна ампула. Ну, вот и посчитайте. Ну, что несколько тысяч, это хоть как выйдет. Да, но в любом случае эффективнее прививка, как мы можем так утверждать. Да, финансово, они сейчас все прививки дорогие, но тем не менее свое здоровье, оно важно. Скажите, говорят, что повторно иммуноглобулин не действует. Так ли это? Нет, он действует. Почему нет? Просто в один сезон как-то нежелательно вводить несколько раз, потому что это иммунобиологический препарат, и он действует на иммунную систему человека, как бы он нарушает. Ну, вот, о чем я и говорил, что, в общем, он не так уж полезен. И частые применения, ну, как с наркозом, знаешь, много наркозов, это всегда ведь вредно. Отлично. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам сегодня в студию. Мы напомним, с нами была Елена Черкашина, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Добрый вечер. Эфир телеканала «Катунь-24» продолжает шоу «Катунь-лайв». В эфире Глеб Поленский и Анастасия Романова. С начала пожароопасного периода в Алтайском крае произошло уже несколько возгораний жилых домов. Причины – неосторожное обращение с огнем и палы сухой травы на полях. Оперативную обстановку обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве региона. Подробности далее. В селе Новоубенцево Шалоборихинского района 13 апреля два дома выгорели почти полностью. Еще два серьезно пострадали от огня. В тот же день в барнаульском поселке Лесное из-за сельхозпала в пламя перекинулось на один из домов. К счастью, жертв удалось избежать. Губернатор Виктор Томенко поручил профильным краевым ведомствам более эффективно применять превентивные меры для недопущения подобных происшествий и напомнил главам муниципалитетов об их персональной ответственности в вопросах защиты граждан от стихии. Ситуации эти недопустимы. В Алтайском крае дома у людей гореть не должны. Из-за пожаров, которые пришли с ландшафта. Не должны гореть. Что такое четыре жилых дома? Это ЧП для Алтайского края. С начала года на территории края произошло 1300 возгораний сухой растительности. Более 200 из них на землях сельхозназначения. По данным МЧС, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество природных пожаров увеличилось вдвое. В числе территорий с наибольшим количеством возгораний названы Рубцовский, Каменский, Шлоболихинский районы и ряд других. Для борьбы с пожарами создана оперативная группировка сил спасателей. Мы готовы представить нашего следующего гостя. Это Константин Ильясов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите к нам в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и так, мы в сюжете увидели, что много произошло уже, ну достаточно много для начала пожароопасного периода возгораний жилых домов. Как их предотвратить? Какая работа ведется в этом направлении профилактическая министерством по чрезвычайным ситуациям? Все необходимые превентивные мероприятия при подготовке к пожароопасному сезону были проведены. С постановлением правительства Алтайского края был утвержден план подготовки Алтайского края к пожароопасному периоду. Все главы органов местного самоуправления были проинформированы о мероприятиях, которые необходимо выполнить к пожароопасному сезону. Группировка сил и средств для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана. То есть подготовительная работа была проведена достаточно большая. Но все-таки насколько остро стоит в крае проблема вот с такими ландшафтными пожарами, которые могут перейти на жилой сектор? — Проблема с ландшафтными пожарами стоит очень серьезно в Алтайском крае. В этом году у нас пожароопасный период начался на 7 дней раньше, чем в среднем начинался прошлый год. — Да, конечно, природные условия сыграли свою роль. И поэтому, получается, на неделю раньше у нас вот эти вот палы начались. Ну, может быть, из-за этого не все главы сельских советов успели подготовиться к пожароопасному периоду. То есть они должны были, во-первых, в их обязанности входит уборка территории населенного пункта от сухой травы, от сгораемого мусора. Вот. Также необходимо разъяснить жителям, что уборка их приусадебных участках, то есть это их обязанность по соответствии с требованиями противопожарного режима. Вот. И, в общем, вот те случаи, которые мы сейчас увидели в сюжете, это нам и продемонстрировали. То есть трава подходила к самим домам, не была выполнена минерализованная полоса, не были очищены сами участки от травы. — Опашка территории. — Именно это поэтому было часто решено. — Да. Ну, минерализованная полоса — это опашка территории. — У нас есть опрос, который мы проводили накануне в социальных сетях, в нашей группе ВКонтакте. — Посмотрите, какие варианты, да. Что люди думают? Какая самая распространённая причина пожаров в нашем регионе? — Ну, вот разделили первое место, пьедестал, да, то есть массовый поджог сухой травы, мусора и неосторожное обращение с огнём. — Всё-таки что чаще является причиной пожаров? — Ну, здесь я, в общем-то, согласен с мнением людей. — Что это самое распространённое? То есть это либо намеренный поджог сухой травы, либо это когда та же самая трава или мусор загорается в результате неосторожного обращения с огнём. То есть люди всё верно понимают ситуацию. — Ну, а какая-то профилактическая работа ведётся с населением, то есть объясняется, что нельзя сжигать мусор. Потому что во многих ведь, как раз занимаясь уборкой своих участков, сгребают этот мусор, начинают его поджигать, дунул ветер, соответственно, огонь перекинулся на жильё или на соседний участок постройки. — Профилактическая работа проводится, проводится серьёзно. — Или это бесполезно, что есть профилактические беседы? — Ну, нельзя говорить, что это бесполезно. То есть если бы она вообще не проводилась, то, может быть, ситуация была бы гораздо хуже. То есть проводятся рейды профилактические, средства массовой информации задействованы, вручаются листовки, проводятся собрания сельхозпроизводителей, с охотниками проводится работа перед тем, как они выезжают на охоту, то есть по недопущению вот таких вот пожаров. То есть работа ведётся, работа всегда в пожароопасный сезон усиливается и будет продолжаться, то есть до октября месяца, до конца пожароопасного сезона. — А что касается сезона пикников, перейдём к такой теме. Уже у нас сейчас тёплая погода ожидается. — Да, пожароопасный период начался, но, насколько я понимаю, пока никаких ограничений на посещение лесов для граждан не введено. Будет ли введено и на кого это будет распространяться, как будет организована эта работа? — Ну, то, что пожароопасный период начался уже, это не говорит о том, что нельзя посещать леса, то есть леса посещать можно. Но, тем не менее, уже снежный покров в лесах сошёл, и ряд ограничений всё-таки есть. То есть люди могут ходить в леса, но, тем не менее, то есть там есть такой документ, как правило, правило пожарной безопасности в лесах, где написано, что в этот пожароопасный сезон запрещается разведение костров на горельниках, в молодняках, на торфяных почвах, запрещается разведение костров под кронами деревьев. То есть эти запреты уже действуют сейчас. — То есть не абсолютно даже запрещается разводить огонь? Всё-таки можно, но с определёнными ограничениями. — Можно, да, но при соблюдении определённых правил. — Давайте по-честному. У нас зачем в основном народ выезжает в лес? — Шашлыки. — Шашлыки. — Шашлыки. И это всегда связано с огнём, с углём и так далее. — Ну, лучше всё-таки это сделать не в лесу, лучше выбрать какое-то открытое место на берегу реки, чтобы песок там был. — Скажите, ну а если всё-таки люди поехали в лес, развели костёр, шашлыки и прочее, существуют ли какие-то меры наказания за это? — Меры наказания, конечно, существуют. То есть у нас есть кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации. Там есть статья 8.32 — это нарушение требований пожарной безопасности в лесах. В основном лесная охрана составляет протоколы по этой статье. И также существует наша самая распространённая статья для сотрудников пожарной охраны. Это статья 20.4 — это просто нарушение требований пожарной безопасности. Ну, санкции по этим статьям, в принципе, могу озвучить. — Давайте. — Ну, если можно, да, порядок наказаний. — Порядок наказаний. То есть если речь идёт о лесах, то штраф на граждан от одной тысячи до трёх тысяч рублей. Ну, наверное, мы в основном говорим о гражданах, поэтому про юридическую стручку. — Ну, конечно, да. Ну, не о юридических лицах, конечно. — Дальше. Действия такие же, совершённые в лесопарковом зелёном поясе. Здесь уже штраф больше от 4 до 5 тысяч рублей. Вот у нас в законодательство добавилось такое понятие, как лесопарковый зелёный пояс. То есть вблизи городов, парки, лесопарки, которые находятся, они включаются в этот пояс. И за нарушение именно там, то есть вблизи населённых пунктов... — То есть ленточный бур у нас на горе к этому относится. — Сейчас эти документы ещё не до конца, то есть они проходят своё оформление, не до конца оформлены. Вот, поэтому в ближайшее время уже будет точно определено законодательно, что такое зелёный пояс вокруг Барнаула. И штрафы там будут больше. — Вот сейчас у нас есть звонок в студию. — Предлагаю ответить всё-таки. — Да. — Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем ваш вопрос. — Я из Камнина-Ардис. Катернина Яковлевна. — Здравствуйте. Слушаем вас. — Вот во дворе у нас сухая трава по Красноармейской 3. Можно её поджигать? — Вот такой прямой вопрос. Можно ли поджигать траву? — Спасибо. — Всё-таки не стоит. — Здесь ответ тоже, по-моему, однозначный. То есть поджигать траву, конечно, нельзя сухую. У нас уже в этом году вот именно из-за таких поджогов травы не пожар, который пришёл откуда-то с ландшафта, а именно что люди пытались очистить свой участок вот таким способом, огневым способом. И уже несколько построек у нас уничтожено. Хотя у нас всего с 5-го числа только... — К счастью, пока без жертв обошлось, но, тем не менее, имущество уничтожено. — Обошлось, но, тем не менее, люди, конечно, понесли серьёзные материальные потери. То есть всё это очень неприятно. То есть любой пожар, даже если сгорел не дома, а на дворные постройки, гараж, баня — это серьёзная трагедия. Поэтому, конечно, нельзя поступать таким образом ни в коем случае. — Видимо, тема очень актуальна. У нас ещё один звонок в студию. — Здравствуйте, как вас зовут? — Здравствуйте, Юрий. — Юрий, ваш вопрос. Слушаем. — Мне 68 лет. Старый город наш. Какой красивый был. Дороги вот. Они были Алтайские первые, 12-е. И Пруцские первые, там пятые. Красота была, зелень. Сейчас эти воры пришли к власти. Валят, режут смерть. Я вот увидел передачу, была в Воронеже. За дерево мужику насчитали 57 тысяч. У нас валят. Кто где хочет. Машину надо поставить. Свалил? Надо поставить комок. Пожалуйста. Вы понимаете? Такого бардака никогда в жизни я не видел в Барнауге. Вы понимаете? Одни бездельники там сидят. И зелень трески. — Спасибо вам за ваше мнение. Тем не менее, мы разговариваем сейчас с экспертом. — А с экспертом мы пожарим. — Да. — Мы приняли все, что можно вообще. Вы понимаете? — У нас эксперт по МЧС, по пожарам. Но, тем не менее, ваше мнение понятно. — Не надо нагонять, дышать. — Спасибо большое вам. — Очень эмоциональные зрители у нас. — Вопросим режиссера. — Да, мы продолжим разговор в студии. Ну, высказаться нужно всем. — Тем не менее, да, человеку нужно высказаться. Ну, по спилам деревьев, я думаю, у нас будет возможность поговорить с экспертом. — Я думаю, что мы сделаем отдельный эфир на эту тему. — Тем не менее, продолжая тему пожаров, не секрет, что у нас была история с Николаевкой, когда трансграничный был пожар. Вот часто ли возникают ситуации, когда с сопредельных территорий переходит огонь? — Такие ситуации возникают нечасто, слава богу. Потому что и после пожаров в Николаевке все-таки были приняты меры, там на границе с Казахстаном у нас просеки достаточно широкие сделаны, где растительность была подчищена, вот именно для того, чтобы предотвратить переходы таких пожаров. — Это уже после Николаевки? — Да, это было уже сделано после Николаевки. Но хочу сказать, что уже вот в этот пожароопасный сезон, уже в этом году, у нас вообще, кстати, всего произошло 17 лесных пожаров, вот сейчас, в том числе один из лесных пожаров, это вот был трансграничный, который перешел с республики Казахстан. Он не угрожал населенным пунктам, то есть его быстро ликвидировали оперативно, но тем не менее такой факт уже был в этом году. — Он даже уже в этом сезоне. И у нас еще один звонок в студию. — Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь и слушаем ваш вопрос. — Здравствуйте, Александр Борновов. У меня вопрос такой. Я гуляю в парке, в индустриальном районе, и там все, каждым годом листва падает, падает, трава растет, сохнет, и год, и год, и уже целый ковер. — И вот, если, скажем, кто-то там бросил бычок, например, или неаккуратно, это все полыхает, и будет очень хороший пожар. И вот от письма в парке никаким образом не убирается, и, ну, как-то ни администрации на это не реагируют. Может, может быть, стоит на самом деле архитома, речь, что здесь чуть-чуть диспута под фидором пожарной охраны. Может быть, стоит как-то так вот поступить, но... То есть, может быть, что будет большой пожар. — Да, предотвратить большую беду. Спасибо вам большое за ваше мнение, за ваш вопрос. Ну, собственно, я не совсем, правда, понял речь о Мизюлинской рощи или о парке индустриального района. — О парке индустриального района. — О парке индустриального района. Вот имеет место такой прецедент, что, видимо, администрация парка или человеку просто так кажется, но, тем не менее, он видит и говорит об этом. Есть ковер с сухой травы, любой бычок, любая искра, и, соответственно, может случиться беда. Куда вот жителям неравнодушным в таких случаях обращаться, и можно ли как-то на это повлиять? — Ну, в первую очередь, конечно, нужно обращаться к организации, которая эксплуатирует этот парк. — То есть к арендаторам, да? — К арендаторам, да. У нас в городе нет бесхозных территорий, тем более таких, как парковая зона. То есть арендатор, он осуществляет там хозяйственную деятельность, он зарабатывает деньги с помощью этого парка и должен выполнять все требования. То есть требования об очистке территории от мусора и сухой травы есть в правилах противопожарного режима Российской Федерации. Поэтому в первую очередь нужно обратиться к арендатору. Если он не прислушивается к этому мнению, ну, можно написать обращение в МЧС. — И еще один звонок у нас в студию. Наши зрители очень активны сегодня. — Здравствуйте, как вас зовут? — Алло. — Да, слушаем вас. Вы в эфире. — Да. Я вот была один раз на кладбище и слышу сзади потрескивание. И в горячее время вот это самое солнце светит, и там начался пожар от одной пластиковой депилки. Не только люди поджигают, а вот еще вот это вот все. Все раскидывается, все везде это самое. Поэтому все и горит. — Спасибо. — Я могу. — Спасибо вам. — Это, видимо, был не вопрос, а просто констатация факта. Но на самом деле я, каюсь, грешен тоже вот на кладбище, на таких территориях. Хотел немножко очистить. И, ну, в общем, вовремя мне удалось остановить распространение огня. Очень быстро по сухой траве распространяется. Опять же, это вопрос профилактической работы с населением. Как объяснить всем, что не надо так делать? — Ну вот, бывая, может быть, не так часто, но иногда бывая на кладбищах различных городов Барнаула, там, в общем-то, висят плакаты, где написано, что сжигать мусор нельзя. Определены места, куда этот мусор нужно приносить и откуда он будет потом убираться. Просто нужно так и поступать, как советуют те, кто эксплуатирует. — Скажите, ну а в случаях возгорания насколько оперативно служба МЧС готова отреагировать на вызов? И на все ли вызовы отвечаете? — Естественно, служба МЧС очень оперативно реагирует на любой вызов. То есть, сразу же, как только поступает сообщение о пожаре, караул пожарной части выезжает на него немедленно. И если где-то описываются какие-то случаи, что пожарная охрана не выехала, а ждали второго, третьего вызова и о чем-то там совещались... — Да, потому что все равно такое говорят. Все же бывают, что люди у нас и в интернете такое пишут. — Ну, на самом деле, это невозможно. То есть, все переговоры диспетчера записываются, выезд автомобиля из пожарной части фиксируется. Ну, то есть, какая-то задержка здесь просто невозможна. — Мы перейдем, наверное, к теме паводка. К сожалению, вот погода весенняя немножко не пощадила меня. — Глеб у нас действительно, это вот совпало же так, что прямой эфир, Глеб немного простыл. Поэтому просим прощения у зрителей. — Ну, тем не менее, переходим к теме паводка. — Скажите, пожалуйста, как прошла первая волна? — Как прошла первая волна и какой прогноз на вторую? — Первая волна у нас прошла относительно спокойно. То есть, тоже подготовительная работа была проведена достаточно серьезная. Значит, за уровнем воды в реках Алтайского края мы следили. Там, где возникало предпосылки к возникновению какой-то серьезной ситуации, в эти населенные пункты заблаговременно выезжала оперативная группа главного управления, чтобы немедленно отреагировать, если вдруг что-то серьезное случится. Вот я лично был с такой оперативной группой в Рубцовске, когда там начался подъем уровня воды. Всего, получается, у нас в трех местах в Алтайском крае, вот в первую волну паводка, был превышен уровень воды. Значит, в двух местах плотины, которые были своевременно сделаны, спасли от затопления дома. Вот в одном случае пришлось применять взрывные работы, но тоже все прошло хорошо. То есть сейчас уже все, первую волну паводка, мы можем констатировать, что она прошла, уровни воды в реках снижены, то есть ситуация нормальная. В каких числах ожидается вторая волна паводка и готовы ли мы к ней? Конечно, мы готовы ко второй волне паводка. Ожидается, как обычно, это в мае, где-то во второй половине мая. Точно можно будет сказать, ну вот, наверное, в начале мая нам гидромедцентр наш даст точный прогноз, когда она начнется. Пока прогнозы достаточно благоприятные, то есть снега в горах Горного Алтая не очень много, поэтому со стороны оттаяния снегов большой воды мы не ждем. Может быть, вода только из-за большого уровня осадка. Мы вновь приветствуем вас в студии Катунь Лайф. Сегодня в эфире Глеб Полянский и Анастасия Романова. Весна – это не только паводок, пожары, но и проблемы для аллергиков. Сегодня у нас в гостях в студии Алексей Хабаров, врач-аллерголог, иммунолог, профессор кафедры дерматовенерологии, косметологии и иммунологии Алтайского государственного медицинского университета. Здравствуйте. Вопросы актуальны. Весной, действительно, очень много людей страдают от аллергии. Чаще всего от какого рода аллергии страдают? Весной – это аллергия на деревья и кустарники. Пульцу. Деревья и кустарники, цветение. Начинается это с ольхи, продолжается березой, дуб, ясень, клён. А временной период какой-то, например? Пока ещё не началось. Вот когда уже почки начнут распускаться, да, источать какие-то свои, почему-то я хотел сказать феромоны, ну, какие-то вот вещества, и они начинают проникать в наши рецепторы. И у аллергиков они вызывают неприятные чувства. Или как? Расскажите нам правду. Эти феромоны мы, в общем-то, между собой называем мужские, живые, гометофиты, анимофильно покрытосеменных растений. Ой, как сложно. Представляешь, я вот запомню. Или по-простому это пыльца, или, по сути дела, сперматозоид. И именно он и вызывает аллергию в данном случае. Вот представляешь, вот это мы открытие сделали. То есть я когда говорил феромоны, я не совсем вот ошибся. Ты был близок примерно в тему. Я, на самом деле, видишь, был близок. Скажите, когда, вот получается, да, мы поняли, что сейчас это не тот период, чуть позже он начнется, да, или как? Почему? Уже полетела ольха, зацвела, то есть уже есть пыльца, уже есть цветение, уже есть проявление. А, ну правильно, наверное, уже подснежники, когда начинают цвести, уже, в принципе, какие-то процессы начинают происходить, правильно? Как-то можно себя аллергикам заранее, может быть, обезопасить, чтобы как-то полегче перенести этот период, или как? Или все люди, в принципе, с детства знают, когда они страдают от аллергии, как себя... Обезопасить тебя можно кардинально, двумя способами. Один способ уехать на север. Уехать там, где не цветет, или уже отцвело, поэтому не на север, а намного южнее. Наоборот. И второй момент, если человек страдает поленосом, то он может вылечиться с помощью врача, аллерголога, иммунолога. Основной метод лечения – аллергенспецифическая иммунотерапия или аллерговакцинация. Вакцинация, то есть нужно... То есть это разовая вакцинация или постоянно они принимают какие-то вакцины? Постоянно это многолетний метод лечения, то есть в среднем описывается 3-5 лет. То есть мы берем вакцину, состоящую из аллергенов, причинозначимых для этого человека, и вводим ее в постепенно повышающиеся дозы, а потом, достигнув эффекта, проводим поддерживающую терапию на протяжении нескольких лет. У нас есть звонок в студию сейчас. Здравствуйте, как вас зовут? И ваш вопрос слушаем. Здравствуйте, меня зовут Яна, я из Новоалтайска. Здравствуйте, вы скажите, что мне случилось? Все-таки новое солнце. Причину выяснить не может, я почти ничего не ем, уже боюсь, что это либо есть. Пробуйте прикорм, а дети уже еще хуже становятся, сын классный, позорстат. Я примерно поняла, сейчас разговариваю. Боюсь, может быть, какие-то народные средства, скажите, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. У грудного ребенка аллергия. Да, у девушки есть грудный ребенок, и не знает, что делать. Он не может определить, на что у него аллергия, боится чем-то кормить. Что делать в этой ситуации? Нужно обратиться к врачу. Это самое будет верное. То есть не нужно ждать, когда еще хуже станет, нужно сразу обращаться к врачу. Дело в том, что аллергических заболеваний на самом деле не очень много. То есть у человека страдает кожа, он чешется, нос и глаза аллергические, риноконъюнктивит и одышки. Вот это самые распространенные аллергические болезни. Из них опасным для жизни и здоровья является только один – одышки. Астма. А все остальные просто существенно снижают качество жизни. А правда ли, что аллергиков специально тестируют? То есть делают несколько, ну как, таких микроранок, да? Называется это кожный тест кожный. Да, да. И вводят разные аллергены. Я не слышала про такое. И вводят разные аллергены. Ну, чтобы определить, на что именно у человека аллергия. Действительно, мы на коже проводим кожные диагностические тесты. Они бывают нескольких разновидностей. Да, с какого возраста это делается? У нас делается это, в принципе, по инструкции с шести месяцев. До шести десяти лет. А, то есть разброс достаточно большой. Да, то есть тестируется. В принципе, грудного ребенка вполне можно тестировать. Тут никаких нет противопоказаний. Не все берутся. Это другое дело. Некоторые… А, кстати, насколько помогает при лечении аллергии вот плазмоферез? То есть вот очистка крови. Просто некоторые думают, что если кровь хорошо очистить, то и аллергия пропадет. Или это так просто не лечится? Вообще, эта процедура, конечно, она разовая. Разовая в том смысле, что конкретное заболевание, конкретная процедура. Но вот беда не при всех видах аллергии. И как раз при основных видах аллергии, там, где чистый, опосредованный механизм иммуноглобулиномие, плазмоферез вообще не помогает. При поленозе не помогает. То есть очистить кровь от токсинов не получится. Ну, возможно, там никаких токсинов нет. А основной характеристикой антител является слово, которое тоже звучит достаточно мудрёно – гомоцитотропность. Это означает, что антитела в крови находятся всего 2-3 дня. Потом и сами выводятся. Очищать их, конечно же, бессмысленно. Они потом садятся на клетки, сидят на клетках уже долго-долго. И оттуда никуда не уходят. — Скажите, а если, допустим, аллергия может приобретаться в более зрелом возрасте? Или, наоборот, если в детстве была аллергия, а потом она прошла к какому-то возрасту? Как вообще часто? — Сама собой, да? — Да, сама собой прошла. — Я искренне подозреваю, что аллергия, скорее всего, есть у каждого человека. — Хоть на что-то, но есть. — Именно поэтому и старые аллергологи так и говорили, что каждый человек может дожить до своей аллергии. А может быть, у детей это наиболее часто встречающаяся популяция. А может, возникнуть у пожилых, и тоже их достаточно часто беспокоит. — И, возможно, мы просто еще не столкнулись со своими аллергенами. Может быть, у тебя аллергия на какую-нибудь морскую каракатицу, живущую в Индийском океане. Ты с ней еще не встретилась? — А я так люблю морских гадов, представляешь? — А ты с ней еще не встретилась. — А в России, может быть, когда-нибудь. — Гораздо чаще встречаются как раз с совершенно обыденными аллергенами. Например, аллергия на коровью, белок коровью, молока. — Я слышал, что даже на пыль у людей бывает аллергия, на бытовую пыль. Что делать? Она же повсюду. В стерильном помещении живет. — Как? Да, да. — Ну, это невозможно. Мы же не можем кварцевание проводить каждое. — Кварцевание никак не поможет. — Два часа. — Хоть пять. — Пыль, она не имеет значения, она не живая. Там большую часть, 70%, составляют роговые чешуйки кожи. 20% приходится на микроклеща, дерматофагоидус, птерониссимус, дерматофагоидус, афорина — это пироглифидные клещи. Но на них, даже на мертвых, развивается аллергическая реакция. У человека за месяц, у взрослого, с кожей случается порядка 500 граммов роговых чешуек. — 500 граммов? — 500 граммов. — То есть полкилограмма? — Полкилограмма. — Полкилограмма. — Домашняя пыль в вашей коже лежит с вами. — За минуту 40 тысяч чешуек случивается с человека. За среднюю продолжительность жизни в 70 лет — это 50 килограммов. — Впечатляющие цифры. Ну, в общем, мы выяснили самое главное, что не на саму пыль аллергия, а как раз на вот тех живых существ, микроклещей, которые в ней обитают. — Нет, в том числе и на кожу, на частички, шерсти, шелка, плесень. — Ну, а как от этого уберечься? — От этого уберечься нельзя. Истинная аллергия от дозы аллергена никак не зависит. То есть, если у человека аллерген на домашнюю пыль, он может, конечно, проводить влажную уборку. Он может сильнее распахивать окна. — Но где-нибудь в углу лежит немного пыли. — Это ему никак не поможет кардинально решить проблему с болезнью. — Ну, ведь медикаментозное, значит, какое-то лечение. Но он же не может мучиться всю жизнь. — Медикаментозное лечение у нас носит в этом случае контролирующий характер. То есть, человек будет вынужден принимать медикаменты постоянно. — Ну, конечно. — И, в принципе, каждый человек, который подвержен аллергией, он знает, что в определенное время у него начнется очередная кумия. — Это круглогодичная аллергия. Домашняя пыль круглый год. — То есть, обострений не бывает, да? — Она монотонная, изматывающая. Но обострение бывает больше всего. Она выражена зимой. Мы больше всего зимой находимся в квартире. Мы ее меньше провязываем. — Это если на пыль. То есть, если весну, на цветение. — Да, на цветение как раз. — Обычно проблемы аллергиков почему-то связывают с весной, как раз с цветением. — Детко началось в мае. — Это просто самое яркое проявление этих запалеваний. — Вороненые, наверное, виды аллергии, да? — Нет, 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 аллерген. — У нас есть звонок. — Простите, перебьем. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь. — Редактор нам подсказывает. Я сейчас вам вопрос озвучу. — Да. — Ну, как же, не забудьте. — Вылечите там в Россию, где можно сказать, что он где-то. — Хорошо, спасибо большое. — Спасибо большое. Связь была, к сожалению, плохая. Но наши редакторы пообщались перед этим с человеком. Суть вот в чем. У девушки, у молодого человека возникла аллергия на кошачью шерсть. Она заядлая кошатница, но любит своего молодого человека, не хочет с ним расставаться. И спрашивает, в общем, что же делать? Можно его как-то вылечить? Ну, либо придется прощаться с кошками. — Да, конечно, это лечится. С кошкой прощаться, к сожалению, бессмысленно. — С молодым человеком нужно прощаться. — Ну, зачем так сурово? — Простите, пожалуйста, это шутка была, конечно, неудачная. Ну, ладно. Как быть? — Примерно у половины людей, которые не переносят кошку, кошки никогда не было. — Потому что они не сталкивались, да? — Наиболее часто, чем нет, у кого есть аллергия, но нет кошки. Вот таких примерно половина кошачьего аллергена больше всего в коллективах. В больнице, в детских садах, в школах. Он очень летучий, поэтому, допустим, вот класс 30 человек, вот учитель, единственный, у которого есть кошка. Он ее приносит на своей одежде. Кошка, которая пожила в помещении какое-то время, аллерген ее после этого будет там находиться несколько лет. Поэтому здесь тот же метод, аллерговакцинация, то есть кошку не гонят, это бессмысленно. Берут кошачий аллерген и вакцинируют. Вот это, мне кажется, очень полезный совет, потому что, я думаю, много кошек могло пострадать. — Нет, знаешь, просто очень часто слышим, что истории моих знакомых тоже, им пришлось попрощаться с кошечками. Они отдали их там добрые руки, друзьям с ним, ну потому что никак. — Человек нам объяснил, что это абсолютно бессмысленно. Ну если только санобработку помещения какую-то специальную заказывать. — Да хоть косметический ремонт. Если аллергия развилась, от дозы она уже не зависит. Поэтому человек зашел в магазин, а там парзон на складе сидит. — Кошка. — Пушистая красавица. — И охраняет помещение от грызунов. Аллерген летучий. Человек зашел и почувствовал признаки аллергического ринока. — Он везде… — Из носа потекло. — Он нигде не будет в безопасности. Можно так сказать. Ну как и в случае с кожей, пылью и так далее. — Что касается медикаментов, чаще всего что эффективнее? Таблетки, либо какие-то капли, спреи, что нужно, что лучше? — Для каждого заболевания, в общем-то, разработаны профессиональные клинические рекомендации, где комбинируют системный прием, то есть таблетки и топические наружные средства, средства для носа, для глаз. Я хотел бы подчеркнуть, что вещества, которые вызывают проявление аллергии, их очень много. Это медиаторы, которые там исчисляются сотней. Самые популярные лекарства — это антигистаминные препараты, которые действуют только на один медиатор. Поэтому тем, кому они не помогают, означает, что у них проявление болезни вызывает совсем другие вещества. Брадикинин, сиротонин, лейкотриены, простагландин и фактор, активирующий тромбоциты, фактор некроза опухоли альфа, на который антигистаминные препараты, увы, не действуют. А какая статистика вообще, может быть, за последние 10-20 лет людей с аллергией больше стало выявляться? Или это не зависит от каких-то периодов? Или вообще такая статистика не проводит? Я работаю уже, пардон, больше трёх десятков лет аллергологом. Её с каждым годом становится всё больше и больше. И вот особенно стало много за последние несколько лет, 3-5 лет. Но это диагностика стала лучше или действительно людей, аллергиков стало больше? Аллергиков стало больше и аллергиков стало больше. Наша профессиональная ассоциация, она зафиксировала, что в связи с глобальным потеплением средняя продолжительность пыления растений на всём земном шаре стала на месяц в среднем больше. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас был звонок, сорвался, правда, но редактор мне успел подсказать, что хотел задать человек. В общем, если у ребёнка аллергия на кошку, кошку изолировали, убрали из дома, можно ли заводить другое животное? И вообще может ли пройти такая аллергия? Животное в наших, опять-таки, рекомендациях не рекомендует вообще заводить никакое. И долгое время это было настолько категорично, причём кошка она наиболее просто часто вызывает. И так и говорили, что если у ребёнка есть какое-то аллергическое заболевание, никаких животных. Но потом стали замечать, что некоторые особи, они почему-то переносятся. Зависит от конкретной породы, зависит от конкретного индивида. Поэтому когда мы сейчас, а дети очень часто просят какое-то животное, мы рекомендуем, во-первых, с ним пообщаться вне дома. Посмотреть, будут симптомы, не будут. Он же потом только. И уж если так... Кстати, вот на тему кошек. Есть ведь такая порода, как сфинкс. То есть это всё-таки на какие-то вещества, которые кошка выделяет? В принципе, или на шерсть? Или непосредственно на шерсть аллергия? Они же лысые. Они же лысые. Основной кошачий аллерген находится у неё в слюне и в выделениях стальных желёз. Кошечка себя лижет, слюна у неё сохнет и включается выэраль. То есть шерсть ни при чём. Шерсть просто носитель. Вот тополиный пух – это тоже носитель. На него на самого аллергии нет, но он переносит пыльцу. Кроме того, таксоплазмоз может быть страшная вещь. Ну уж если про сфинкта, то таксоплазмоза не может быть. Не может быть. Это такого пушистого. Это не поэтому, потому что это настолько дорогая, насколько я знаю, порода. Что её там ветеринары присмотрено. Конечно, что и невозможно. Ну что, у нас есть звонок ещё. Мы успеваем взять ещё один звонок. Здравствуйте, как у вас? Ага. Вот у меня сладкая аллергия. Вот как раньше золотуха была. Уши. Больные уши. Вот как бы что, какая-то профилактика? Или что-то вообще нельзя употреблять что-то сладкое? Или вообще какие советы? Могут дать. Спасибо. Вопрос? Понятен вопрос. Да, да, спасибо большое. Спасибо. А, спасибо большое. Золотухой как раз раньше называли проявление аллергии. То, о чём спрашивают, ситуация достаточно частая. Это течёт в рамках атопического драматита. То есть заболевание, которое имеет и медикаментозное лечение, и иллюминацию триггерных факторов. Да, возможно, какое-то время ограничения сладкого. Но потом, рано или поздно, удается ввести, развивается иммунная толерантность. Дети, я хотел бы подчеркнуть, гораздо более благодатные. Объекты наших профессиональных усилий, у них как раз у большинства не от аллергии выздоравливают, в отличие от взрослых, которые мучаются достаточно долго. Но и большинству людей, тем не менее, удается помочь, что касается атопического драматита, аллергического ринита и даже бронхиальной астмы. Спасибо вам огромное за нашу беседу, очень было полезно и информативно. В эфире Катунь Лайв, с вами Глеб Полянский. И Анастасия Романова. Продолжаем обсуждать весну и все, что с ней связано. Сейчас у нас в гостях Анна Терентьева и Ирина Новичихина, педагоги дополнительного образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения Центра эстетического воспитания Песнохорки. Здравствуйте. Здравствуйте. Да не просто так, у нас сегодня такие гости. Мне кажется, вас надо приветствовать так. Добро пожаловать. Здравствуйте. За окном погода, точнее, не погода. Мы так хотим, чтобы скорее было тепло. Я с утра скорблю из-за этого ветра, холода. И мы знаем, что сегодня какой-то особенный день на самом деле. Вообще, давайте прям начнем, вот изначально подойдем к этому вопросу. С точки зрения народных привет. Да, с точки зрения народных привет, вообще у нас народ был очень умный. Мы всегда, когда знакомимся с нашими русскими традициями, мы вообще удивляемся. У них не было ни планшетов, ни гаджетов, как они вот это все могли подмечать, как они могли это все помнить и делать. Народ, он вообще просто так никогда ничего не делал, как мы сейчас. Все было продумано до мельчайшей черточки. Плясал, пел, танцевал, водил хороводы. Все было для того, чтобы связь была налажена с погодой и с землей. Пробуждали матушку-землю для того, чтобы уродился богатый урожай. Семьи были огромные. И для того, чтобы прокормить 15 человек, нужно было очень с погодой иметь тесную связь, потому что садить рассаду, высаживать в огород, в поля должна была быть соответствующая погода. И вот человек из года в год, из века в век подмечал какие-то определенные природные условия, погодные изменения, передавал своим предкам из поколения в поколение. И записывал так, к нам пришла примета, с которой мы сейчас до сих пор пользуемся, несмотря на то, что она была сложена много-много веков назад. И вот метеорологи могут ошибаться в предсказаниях погоды, мы уже неоднократно удостоверились в этом, а примета не может. И вот особенно садоводы-огородники, они вообще по приметам всё делают. Из расчёта, например, посмотреть на растения. То есть, вот смотрите, да, знаете такую примету, что если сирень цветёт, то на улице холодно. Дошла примета до нас, дошла. Собака валяется на земле, все знаем, что будет дождь. Дождик идёт. Я думал, собаку устала. Идём дождик, да. Да, кстати, ещё собака завыла, тоже будет похолодание. Видать, собака тоже чувствует вот эти погодные перемены. Я чувствую, что на выходных выли собаки. Почему сегодня холодно тогда? У нас тоже есть какая-то примета. А вообще апрель, он такой месяц, должна быть погода такая. Вот начало апреля обычно оно тёплое, а вторая половина апреля, она обычно холодная. И вообще говорили, март должен быть сухой, апрель должен быть мокрый и холодный, а май ещё холоднее для того, чтобы уродился богатый урожай, да. То есть если у нас ещё май будет холодным. Так что вот мы жалуемся на плохую погоду, а на самом деле это всё идёт к тому, что у нас лето будет урожайное и плодотворное, поэтому надо наоборот радоваться, что сейчас апрель такой у нас срублый. Люди не радуются, люди хотят тепла. Как-то можно, может, не знаю, призвать как-то, песни попеть, писать? Вообще сегодня Федул-ветренник, его так называли, потому что... Да, вот именно 18 апреля по народному календарю этот день называется Федул-ветренник. И недаром его так назвали, потому что считалось, что в этот день тёплый ветер приходит к нам, как говорится, и с этого дня зима уходит во своясь, и всё, зима к нам не придёт, это однозначно. Вот, и Федула встречали с песнями, плясками, потому что его представляли в образе молодого парня, который любил петь, плясать, веселиться. Греб пускается пляска. Да, и его встречали, и этот ветер тёплый, он обладал магической какой-то силой, поэтому люди раскрывали окна, именно специально делали сквозняки, чтобы вот эти тёплые ветра проникли к нам в избу, унесли всю нечистую силу бесов, и все непогодные, и недуги, и всё хворь, всё плохое из дома вынесли. Вот ко мне в избу проникли сквозняки. Это очень хорошо. Вы считаете, хорошо? Это всё к лучшему, Греб. Это всё к лучшему. А для того, чтобы ваше горлышко прошло, именно в этот день люди стирали бельё, полотенце, вы вешивали их на ветер сушить. Считалось, что всё бельё заряжалось положительной энергией и здоровьем, и этим бельём потом утирались полотенцами, бельё на себя одевали, поэтому вам следует... Вот сейчас... Ещё после эфира есть время, чтобы... Есть время, чтобы постирать, высушить, и всё остальное сделать. И нам, чтобы встретить Федула, как полагается, ветренника, чтобы он быстрее к нам принёс тёплый ветер свой, нам надо просто песенку спеть. Давайте, пожалуйста. Ну только за, давайте. Парень же, он же был весёлый, он вообще любил танцевать. Ну и заодно Аннушка у нас тут потопает, прогонит холодный ветер. Чтоб зима точно ушла в освоясь. Ну что, подружка, запивай. А Глеб танцевать будет? Ой, я думаю, это зрелище не для слабания нервных. Обожаю. У коруса сна зеленая, У коруса сна зеленая, 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 Я бабёночка молодая, 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 молодая. Я бабёночка мукусия. Я натирай, натирайу, натирай, натирай. Супер, спасибо Хорошее настроение обеспечено Любой клуб Барнаула был бы рад Рад таким МС-хедлайнером Не тех людей зовут Народ у нас ничего просто так не делал Все было на природу На землю, матушку, на небо Чтобы было хорошо всем Была хорошая погода Было хорошее настроение Вот опять же, возвращаясь к песне Для чего пели люди? Для того, чтобы птицы их услышали И вот именно выходили на улицу На луга в это время Чтобы птицы услышали, прилетели к нам Скорее теплый воздух принесли на своих крылышках Для чего танцевали? Для того, чтобы вот эта энергетика Которая дается нам от земли, матушки Мы ее, как говорится, вдалбливаем в землю И чтобы она к нам Как рикошетом отлетела И к нам вернулась Да, получается Пробудить землю, да И тем самым напитаться самим нам энергией Вот этой энергетикой положительной Ну, а потом почва нам даст хороший урожай Будем надеяться Все будут счастливы и радостны А самое главное, не голодны Человек же, он же вообще любит есть И все, что связано с приметами Это все для еды Правильно? Так, слушайте, мне понравилось Танцевать, петь Давайте еще что-нибудь Ну, правда, ну это же потрясающе Потрясающе Да, рекортуар Согласен? Ну что, давай тогда про птичек Раз уж начали Ой, летели птички к нам Ну, давай А вы можете полетать вместе А мы с этим хороводом еще заведем А, ну давайте, давайте Я уже готов раскрыть свои преливы Давайте заведем хороводы Кстати, хоровод Это вообще такое уникальное Скажем так Зрелищное И энергетически правильное действие В хороводе зарождается энергия Когда люди берутся за руки И она прям в космос уходит И космос нам ее возрождает И возвращает назад И получается вообще вот так вот здорово То есть двойная-тройная сила Вот, поэтому давайте, да? Заведем Сейчас мы как раз тройную силу Тройную силу заведем Под наш хоровод никто не попадет Когда вы еще такое сделаете Увидите, да? Тебе более в прямом эфире Ну, играй Подружка Мне это нравится Опять будем? Конечно Я просто слов не знаю Ой, летели птички Ростом невелички Ой, сад, виноград, зеленая роща Ой, сад, виноград, зеленая роща Как они летели Все люди глядели Ой, сад, виноград, зеленая роща Ой, сад, виноград, зеленая роща Как они садились Все люди глядели Ой, сад, виноград, зеленая роща Ой, сад, виноград, зеленая роща Как они вставали Крыльями взмахали Ой, сад, виноград, зеленая роща Ой, сад, виноград, зелёная роща В столе расставаться, крепко обниматься Ой, сад, виноград, зелёная роща Ой, сад, виноград, зелёная роща Потрясающе! Да, очень заряжает энергией, правда, мы немножко кто влез, кто подрабатывается Это шок, шок, шок просто Да, но мы не готовились к такому Тебе понравилось? Это заряжает энергией Объяснили же, из космоса напрямую открывается портал Конечно, особенно когда из круга Это вот как раз именно та энергетика Это та самая соборность Зрители, запоминайте, повторяйте, это дома полезно Наш народ всегда был склонен к соборности Ещё хотела сказать, что сегодня такой день очень интересный Люди вот выходили на поляны И некоторые даже какие-то там заговоры читали Вот есть просто такое интересное поверье Что те, кто хотят улучшить материальную сторону Своего кошелька Должны сегодня открыть кошелёчек И сказать Можно просто рублик В детстве, помните, продавались такие фигурки Нецко называли Это можно было потереть пузо И это якобы принесёт деньги Но мы теперь знаем более эффективный способ Более эффективный способ, чтобы привлечь какое-то материальное благополучие Это, конечно, было всё больше на фантазии построено человека Потому что все вот эти заговоры, вот эти все, как говорится, суеверия Всё это было надумано людьми Люди просто верили в это И поэтому, сами знаете, сила внушения Если долго верить, что ты птица, ты взлетишь Ну лучше не пробовать Может быть, кто-то из зрителей уверует в свои силы и взлетит Мы не будем нести за это ответственность, извините Всё на свой страх Как думаете, когда будет тепло? Ну мы вообще сами хотим очень тепло Потому что вот у нас такие красивые костюмы бы Вот так вот вышли бы на улицу и пошли Но не можем, приходится прятаться Вот поём, пляшем У нас даже есть определённые хороводы Что когда мы их поём, почему-то всегда начинается дождь Мы стараемся вот в такие холодные дни Не петь такие песни и хороводы, чтобы не притянуть погоду Но вчера всё-таки нам пришлось спеть один такой хороводик И сразу повалил снег Поэтому мы его прекратили Так, подожди, а вот сегодня то, что мы спели Чего ждать? Это призовёт тепло всё-таки? Да, придёт парень, который любил танцевать Он же придёт с тёплым ветром Всё, тогда мы можем быть спокойны Прогонит этот ветер Северняк, да? И позовёт нам Теплынь Считалось, что до сегодняшнего дня дул ветер, которого звали Северняк А после сегодняшнего дня подует Теплынь Поэтому Теплынь придёт завтрашнего дня Мы очень ждём этого Будем надеяться Будем надеяться И если даже вдруг Теплонь не придёт завтра Друзья, мы ждём совсем скоро Впереди май Осталось всего совсем немного дождаться И будет то самое наше счастье Любимый праздник труда Девятого мая Длинные выходные Длинные выходные Спасибо огромное, что были сегодня с нами А мы напоминаем, что завтра и в субботу Пройдут субботники в городе Выходите, убирайте территорию Будем любить наш окружающий мир Сделаем его чище и прекраснее вместе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова